Актуальная жизнь стала уже вполне реальной. Жарить шашлык. Ой, шашлык всё громянится, как хорошо. Кататься на аттракционах. С помощью интерактивных карт гулять по Риму и подниматься на вулкан. Силой мысли притягивать загар под лучами обычной лампы. Мечтать о фотосессии на пляже. А позировать дома на полу. Тяжеловато мне в такой... Ну, немножко, да. Фотоаппарат не нужен. В моде веб-съёмки, когда модели фотографа могут разделять тысячи километров. Теперь немножко повернись, волосы чуть назад убери. Через популярного мессенджера. Когда я созваниваюсь со своим клиентом, со своей моделью, мне остаётся только щёлкать на кнопку телефона в удачный ракурс. В этом случае с правильным ракурсом поможет хозяйка. Телемедицина теперь не только для врачей, но и для ветеринаров. Вот тут вот у него, вот эта с нога, у него постоянно как-то вихляется. У него что-то вроде типа кошачьего остеохондроза. А вот что делать, когда все парикмахерские закрыты? Смириться? Или же всё-таки рискнуть? Мне страшно сломать, это нормально? По видеосвязи мастер на манекене показывает, как нужно стричь. К себе притягиваешь, чтобы создать плавный переход. Так, ну, почти получилось. И даже квартиру теперь можно выбирать по интернету. Так теперь риэлторы проводят показы. Панорамные окна с французским балконом. А можно на балкон купить? Автосалоны тоже перешли на бесконтактную продажу. Убираешь модель и цвет на сайте. Машину дезинфицируют и доставляют к подъезду на эвакуаторе. А вот как заказать по интернету одежду и не промахнуться с размером? Магазины предлагают виртуальные примерочные. Для этого нужно сделать селфи, загрузить фотографии. И спокойно, сидя на диване, примерять то, что понравилось. А в некоторых приложениях достаточно просто навести на себя телефон. И вот на ногах уже новенькие кроссовки. Заказать праздник по интернету легко. Торт, воздушные шары. А вот как онлайн доставить эмоции? Посмотри, какие все прачики сделали. Милые дорожки. Здоровья, тебе насти крепким, умным. Как мама и папа. У них это, кажется, получилось. А этим замечательным меренговым рулетиком мы решили поделиться с нашими друзьями и родственниками. И отправить его курьерской доставкой. А вот если темы для разговоров с родственниками или друзьями закончились, общения не хватает, есть компаньон по застолью онлайн. Мы с вами приветствуем друг друга чашками. И начинаем с вами застолье. До карантина Светлана организовывала экстремальные прогулки. Теперь ее работа есть и общаться. Говорит, от клиентов нет отбоя. Просто человеку одиноко. Он находится в изоляции. Он уже со всеми соседями даже общаться не может. Люди звонят от того, что типа, блин, ну скажи что-нибудь веселое, потому что уже невозможно. Это просто невозможно. Но главное не привыкать и после карантина вернуться к реальной жизни. С настоящими праздниками, путешествиями и походами в магазин.